Машинки, кухня, абсолютно все, что необходимо для человека, здесь все есть. Они не называют друг друга соседями, говорят по привычке коллектив. Но есть и другой официальный статус – граждане, которые нуждаются в социальной поддержке государства. Это общежитие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обратилась к своей волейной тайне за помощью, потому что проживать на данный момент было негде. С ребенком нам жили в общежитии техникум лесного хозяйства. Обратилась к ней, она мне помогла. Организовали комнату, выдали садик, дали место в садике. Елена Сысоева – куратор общежития. Его жителей, иначе, как мои дети, не называет. Именно она встречала сегодня гостей из комитета по социальной политике АКЗС Бийска. На сегодняшний момент 45 человек проживает, 10 супругов проживают, 10 дополнительно, и 9 деточек у нас проживают. Реализация программы поддержки этой категории молодых людей в Бийске началась 7 лет назад. Изменилось само общежитие, изменилось отношение к нему и детей. Сегодня это образцово-показательное учреждение, где выпускники детских домов обретают свой дом, учатся самостоятельной жизни. Это действительно тот мини-социум нашей категории, с которой в приоритетном порядке работают все органы власти на сегодняшний день. Это, безусловно, как положительный пример. Вторая часть выездного заседания депутатов АКЗС прошла в более официальной форме. Здесь уже звучат цифры статистики и обсуждаются проблемы. Одна из самых злободневных – отсутствие постоянной регистрации по месту жительства выпускников детских домов и школ-интернатов. Как следствие, возникают проблемы с трудоустройством, получением материальной помощи. И главное – с постановкой на учет на предоставление жилого помещения специального жилого фонда. В прошлом году, я вам сейчас назову, в Барнауле 51 помещение было приобретено. То есть в три раза меньше, чем в Бийске, да? Да, гораздо меньше. А в Новоалтайске 60, в Бийске 38. Депутаты Бийска намерены изучить механизм выдачи жилищных сертификатов для взрослых сирот. Такой опыт имеется в Приморье. Елена Кузовкина, Марина Волкова, Иван Зяблицкий. День с толком.